Приветствую вас, дорогие зрители Ливаб ТВ. Меня зовут Анастасия Зайцева и сегодня у меня в гостях Михаил Южный. Профессиональный теннисист, заслуженный мастер спорта, бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель двух кубков Дэвиса и победитель 19 турниров ATP. Здравствуй, Миш. Привет. Как тебя встречает Нью-Йорк? В одном из своих интервью ты сказал, что Нью-Йорк твой любимый город в Штатах. Ну, он один из любимых городов и я все же живу в Москве, поэтому Нью-Йорк это такое. Я понимаю этот город, здесь 6 утра, все бегут куда-то, спешат, поэтому мне нравится, мне реально нравится рип жизни здесь. Добро пожаловать. Спасибо. Ты приехал на US Open в составе команды канадского игрока Дениса Шаповалова и, как говорит пресса о вас, как выражается, у меня есть цитата, как пресса называет свои заголовки. Шаповалов под руководством Южного впервые с марта выиграл два матча подряд. Я сама была на кортах, видела его победу над Генри Лаксаном во втором круге US Open. Что ты с ним делаешь? Что за методы такие эффективные? Поделись. Ну, давайте так, что ничего особенного мы не делаем, мы только встретились, то есть на прошлой неделе в Инстон Салем играли и сейчас играем в US Open, поэтому ничего глобального нет, пока просто общаемся, притираемся к друг другу, нет никаких волшебных слов и давайте быть откровенными, я его научил играть в теннис, и он классно играет в теннис, да, на очень высоком уровне, и не моя заслуга, что он проходит дальше, да, поэтому пока только притираемся друг другу. Скромничает, скромничает. Ты работаешь с Шаповаловым сейчас, он 38-я ракетка мира, правильно? Ну, 32-я сейчас, ну, где-то так. Ты работаешь с Шаповаловым в рамках своего проекта Южный Тим, которым ты занялся после завершения карьеры. Расскажи об этом проекте подробнее. Нет, я бы не сказал, что я работаю в рамках этого проекта. Когда поступает предложение от такого игрока, да, то, в принципе, это запрос игрока, и игрок говорит, что он хочет и как он хотел бы сотрудничать. И пока мы не обговаривали глобальное сотрудничество, да, пока мы договорились, что приедем, просто пообщаемся, попробуем именно на две недели вот этих, на два турнира. Поэтому, что будет дальше, я пока не знаю. Что касается проекта Южный Тим, да, он подразумевает в себе и ведение таких игроков, как там Денис Шаповалов, в принципе, любого уровня. И проект создавался к тому, что, чтобы именно развивать теннис, ну, если мы говорим про Россию, то это где-то развитие тенниса в России. Я понимаю, что мы не можем его в рамках своего проекта сделать конкурентоспособным с футболом, там, хоккей, но с командой профессионалов, которые, в принципе, есть у нас, да, любого уровня, мы можем поднять уровень тенниса, ну, как бы на другую ступеньку, да. Конечно, на это нужно время, но мы стараемся двигаться в этом направлении. То есть глобально ваша цель развить? Глобально наша цель сделать его более профессиональным, да, чтобы дети, которые хотят идти профессионально, у них была возможность, не уезжая за пределы России, а за те же, ну, на тех же финансовых условиях, да, тренироваться дома, тренироваться в России, да, и иметь эту квалифицированную помощь. У нас нет базы своей, да, ну, поэтому и команды, потому что мы все мобильные, и, в принципе, мы можем тренироваться в любой точке мира. Ну, вот ты сказал, что все зависит от того, во сколько ты начнешь играть в теннис, да, от юного возраста. Ты сам взял ракетку в руки в три года. В своих высказываниях в прессе ты всегда очень хвалишь своего тренера, называешь его одним из лучших в мире, Бориса Львовича Сопкина. Ты всегда благодаришь свою команду, команду физиотерапевтов. От чего, на твой взгляд, зависит опыт теннисиста? Это юный возраст, правильная команда, правильный тренер. Что это? Тут совокупность факторов, потому что теннис – это многофакторная вещь, понимаете. Тут не может быть чего-то одно, что-то одно есть, другого не хватает. Одно может быть лучше, другое должно быть примерно такое же, как твое лучшее, да. Если очень большая разница будет между хорошим и плохим, да, то это тебе может помешать заиграть на высоком уровне. Да, вот и задача команды и тренеров – именно найти хорошее качество, развивать их и подтягивать те качества, которые у тебя не лучше, да. Чтобы был вот этот баланс, который позволил бы тебе играть на самом высоком уровне, если ты хочешь. Что сейчас не хватает, как я вижу, первое, не хватает квалифицированных тренеров в России, потому что, да, есть детские тренеры, ну, даже где-то есть такие массовики-затейники, которые классно общаются с детьми, дают им интерес к игре, и дети поэтому держатся в теннисе, да, но мало квалифицированных тренеров, которые правильно ставят технику. Из-за этого, когда дети доходят до определенного уровня игры, уже это в юношеском возрасте чувствуют, да, они из-за плохой техники перестают успевать, из-за этого не могут пробиться еще на ступеньку выше, на 2, на 5, да. И это все должна быть такая взаимозаменяемость, да, есть детские тренеры, которые поставят хорошую технику, которые даст интерес к игре, есть должны быть тренеры, кто этих детей может подхватить, вывести на другой уровень, да, должны быть тренеры, которые смогут быстро помочь игроку перейти, там, из юноши в мужской или женский теннис, да, потому что это совсем другая игра и так далее, то есть должна быть какая-то взаимозаменяемость. И пока это вот так вот выстроено не будет у нас, у нас, к сожалению, будут, будут, не к сожалению, к счастью, будут появляться игроки, но это будут разовые случаи, как, ну, отдельно взятый пример, да, даже если сейчас взять Хачанов, Медведев, Рублев в мужском теннисе, да, но это у каждого свой путь и у каждого заслуга его личной команды, родителей, тренеров, там, дяди, тети и так далее. То есть ключевой это все-таки правильная техника, поставленная с детства, да? Нет, это совсем, да, ключевой это игрок, ключевой это материал, да, ты можешь ему сделать идеальную технику, он у тебя может классно бить по мячу, но если у него не будет характера, и он никогда туда не пробьется. То есть еще, значит, характер, правильная техника с детства, что еще нужно? Желание. Первое это желание. Первое это желание играть, ты должен быть фанатом, грубо говоря, тем, что ты занимаешься, или ты должен быть не фанатом, ты должен быть супер талантливым и этим заниматься, да, поэтому каждому свою вот задача, наверное, команды тренера найти у каждого игрока, индивидуально найти его самые сильные стороны и попробовать за счет них вытащить его наверх. У кого они какие будут? Ну, это непредсказуемо. Нет одного рецепта для каждого игрока, и сказать, что вот это хорошая техника, хороший характер и так далее и тому подобное. И все равно не факт, что этот игрок заиграет. А как же, вот если говорить об упорном труде, я знаю, что... Я вижу тебя на кортах, я видела, как ты побеждал Рафаэля Надаля, Давида Феррера, Нового Каджоковича. Я вижу красивую картинку со стороны, я вижу тебя на рекламе Лореале, когда ты был лицом повсюду, у меня тоже стояли такие баночки. Но я не вижу всей вот этой работы, которая происходит за всей этой красивой картинкой. Как вообще, из чего состоит день профессионального топового теннисиста? Сколько тренировок и что нужно делать, чтобы добиться таких успехов? Знаете, опять же, рецепта одного нет. Очень много теннисистов, спортсменов, которые тренируются очень много, которые пашут, которые делают все, они режимят, но они не могут пробиться наверх. И у каждого свои причины, кому-то просто не дано, такой тоже есть. Он все делает, но не его, не ту дорогу выбрал. И опять же, что значит пробиться наверх? Мы говорим сейчас о топ-100, так просто у нас цепляется за топ-100. Есть игроки, которые тренируются много, тренируются классно, стоят 200. Это сумасшедший уровень, на самом деле. Если мы возьмем всех людей, которые играют в теннис, они просто неизвестны. Но если ты стоишь в топ-200, ты хорошо играешь. И ты так же, как все, с детства пахал и пашешь. И твоя жизнь была подстроена, до сих пор подстроена именно теннисом. А как жизнь построена? Вот ты просыпаешься с утра, во сколько ты просыпаешься? Что ты делаешь? Ну, опять же, если мы берем Москву, как я тренировался, то есть у нас была утром школа, хотя бы 2-3 урока. Потом мы через всю Москву ехали тренироваться. Потом бежали на УФП, там рядом в зал. Потом, если была возможность еще перейти, еще потренироваться и вернуться домой. Но это не каждый день. Есть день, когда там одна тренировка, две тренировки. А сколько часов? Сколько? Ну, когда мы тренировались, сколько получалось? Там полтора часа, два часа. Когда стали постарше уже совсем, стали выезжать на сборы. Ну, уже когда школа ушла на второй план, или когда мы ее закончили, там у тебя тренировочный день, 5 часов в день, может быть, все вместе, 5-6 часов. Это не значит, что ты с утра подряд это все играешь. Но утром тренировка часа 2, потом вечером часа 2 тренировка ОФП, какой-то восстановиться надо. Ну, у тебя уходит на это весь день. Да, вот как, наверное, люди ходят на работу, я не знаю, и с работы идут на обеденный перерыв, потом возвращаются. Ну, у нас примерно, жизнь спортсменов примерно то же самое. Но, опять же, тут надо смотреть, когда ребенок способный, талантливый, может, ему надо меньше тренироваться. То есть сейчас глобальные задачи, это, ну, как видите, тренироваться меньше, играть лучше, потому что тренироваться надо правильно. Дело не в объемах. Ты можешь тренироваться по 10 часов в день, и это тебе будет только во вред, а не в пользу. Да, может тренироваться час-полтора в день, и этого тебе будет достаточно, чтобы хорошо прогрессировать. Это и задача команды понять, кому сколько надо тренироваться, и вот составить ему такой для него оптимальный тренировочный процесс. А сколько лично ты тренировался во время, когда, в то время, когда ты был в сотне, когда ты играл в сетоповые турниры? Я, по сравнению с другими, считаю, немного тренировался, да. То есть у меня было... Сейчас откровенное признание, что... Это человек был восьмой ракеткой мира, он вошел в сотню с самым молодым теннисистом, он такой сейчас, ну, я так немного тренировался. Я тренировался немного, потому что у меня, я считаю, был выстроен, ну, правильно тренировочный процесс. И то, что я вошел в сотню с самым молодым, это заслуга, ну, тем, что было... Просто мы играли правильные турниры, те, которые надо было играть. И за счет этого я вошел быстрее всех, да, если я поехал играть, там, чуть-чуть сильнее турниры или другие турниры, этот процесс мог затянуться. Конечно, можно говорить, кому дано войти, те все равно рано или поздно войдут, но лучше все равно рано, чем поздно. Ну, я тренировался где-то 2 часа утром, наверное, и 1,5 часа вечером, да, где ОФП час был. У меня больше 5 часов в день, очень редко, когда что-то было. То есть ты за эффективность? Я, да, я меньше, но эффективней. И это правильно, потому что сейчас, как я считаю, что это правильно, потому что то количество травм, которые мы сейчас видим, а если мы берем только теннис, да, то я считаю, что то количество травм в теннисе, которое происходит, это неправильный тренировочный процесс. Это перенагрузки. А давай теперь поговорим о финансовой стороне вопроса. В интернете гуляет цифра от твоих 14 миллионов долларов, заработанных за призовые на турнирах. Я не буду спрашивать, куда ты дел эти деньги. Мой вопрос о другом. Сразу предупреждаю. Многие, когда называют эту сумму, они не учитывают всех расходов, которые несет игрок, когда он едет на турнир, когда он везет свою команду. Расскажи, какие-то расходы и вообще, что это сколько стоит? Сколько это стоит привезти команду на турнир? Ой, вот смотри, какая команда, во-первых, да, потому что есть команды сильные, которые стоят очень дорого. Очень дорого это сколько? Ну, я не знаю, ну, как бы я приблизительно цены знаю, я не хочу их озвучивать, да, потому что... Сильно много? Нет, ну, это некорректно с моей стороны, да, говорить, этот тренер стоит столько-то, этот тренер стоит столько-то, а вот там плохой тренер... Не называй имен, от и до. Нет, ну, давайте так, во-первых, если мы возвращаемся к сумме призовых, да, то сразу мы говорим, что это все, все данные не учитывают налоги, которые ты платишь на каждом турнире, в зависимости от страны, где ты заработал, по их налоговой такси, да? У нас здесь штаток сразу по минус 33%. Это не учитывает, естественно, зарплаты тренера, это не учитывают перелеты, зарплаты физио, это не учитывает проживание в гостинице, тебе номер предоставляют организаторы турнира, игроку, да, другие номера ты снимаешь там для тренера, для физио ты снимаешь сам. Это вот все траты теннисиста, которые он должен делать, ну, если он хочет всех с собой водить, поэтому многие игроки ездят без физио, там только с тренером. Если мы возьмем более низкий уровень турниров, не топов, а там челленджер фьючер, там игроки вообще ездят без тренеров, без физио, естественно, без всего. То есть они ездят сами по себе, живут, там, по два человека в номере с кем-то кооперируются, потому что, ну, не хватает денег просто на то, чтобы, на то, чтобы ездить и играть. А каким нужно стоять в рейтинге, чтобы не быть в минусе со всеми этими расходами? Ну, это где-то сейчас при правильных тратах, правильных, я имею в виду, и на тренера, и на физио, и так далее, да, ну, ты должен стоять где-нибудь в топ-150, я думаю. Если ты топ-150, то на конец года, наверное, ты уходишь в плюс уже. Вот как. То есть все вот эти призовые, которые звучат для нас, обывателей, в новостях, это все разлетается только так? Ну, если мы берем среднестатистические, да, мы не берем Федора, Надаль, не берем победителей больших шлемов, победителей мастерсов, да, когда действительно там хорошие деньги платят, то если мы возьмем даже игроков от 50 из 100, то суммы, которые видим на экране, они, конечно, и которые остаются после всего, они далеко не соответствуют. Просто разные вещи, да. Да, не соответствуют действительно. У меня вопрос о твоих поездках в Новокузнецк. Уже 10 лет подряд ты приезжаешь в Новокузнецкий теннисный центр, помогая детям тренироваться. Насколько я понимаю, ты там выполняешь не роль тренера как такового, а больше как роль наставника, верно? Ну, в Новокузнецк, да, это якобы курирую, можно сказать, курирую. Ну, я бы не сказал наставника, да, то есть тренера прямо. Куратор, назовем так. Какие советы даешь детям? Тут советы главное, что... Главное это и желание по-хорошему, да, потому что, ну, надо понимать, где Новокузнецк и где... Мировой теннис, да, пока, пока. Это вот когда все начиналось, да, то есть вначале, во-первых, не верили, да, родители, дети, что действительно возможно из Новокузнецка там пробиться в топ тенниса, да. Потом не как бы не понимали, что они имеют, что у них действительно классный теннисный центр, что он соответствует мировым стандартам, что там очень, ну, заниматься круто, да. Были проблемы с тренерскими кадрами, потому что, опять же, туда привезти хороших специалистов, это очень такая непростая штука. Потом где брать хороших специалистов, да. Как я говорил ранее, у нас в России их не так мало, и те, которые есть, их еще надо привезти в Новокузнецк, чтобы они там треновались. И это не результат, это не будет результат сегодня-завтра, да. Не то, что ты приехал, все, и завтра у тебя есть игроки, и ты поехал там по хорошим большим турнирам. То есть это такой проект в долгую. Ну, он развивался все это время, развивается, я считаю. И в прошлом году, когда я закончил, мы договорились, что в районе 20 недель в году я буду вместе со старшим тренером, который, я считаю, очень сильно, там, Алексей Филасов, такой тренер, он очень сильно, я очень много, на самом деле, за этот год у него научился, вот, в плане общения с детьми, в плане, да, тренировочных процессов и так далее, именно вот с этим возрастом, с детским и с юношеским, потому что, ну, я последние, там, 20 лет почти был. Серьезной взрослой. Не, совсем-совсем другими вещами занимался, да. И поэтому сейчас мы с ним ВКонтакте полностью, мы ведем вот этих детей, но что более ценно, я считаю, для развития теннис-центра, то мы очень много времени проводим именно с тренерским составом и пытаемся передать свои знания тренерским кадрам, да, чтобы... Я поняла, то есть ты даешь советы не напрямую идею тема, а тренерскому составу? А я вообще, когда я курирую или что-то, я кому-то, конечно, ну, могу подойти, все, у нас там другая работа идет, да, внутри проекта работа ведется, не как с Денисом, если я с Денисом подошел, и у меня с ним плотный контакт, да, опять же, я его мало знаю, плохо знаю, и очень много мне помогает его мама, да, которая его воспитала, и которая сама играла в теннис, и очень хорошо его знает, да, ну, просто не наговорить мне глупостей и не сбить его. То же самое происходит там, да, тренеры с этими детьми общаются каждый день, они их хорошо знают. С моей стороны очень легко приехать, наговорить и уехать, да, и взорвать мозг, поэтому моя задача первая, это где-то все равно мотивация до сих пор, да, детям, с теми детьми из Новокузнец, с которыми я общаюсь чаще, ну, вот уже в районе 20 недель в году, да, то есть мы выезжали с ними в турнир в Грузию вместе, в Казань, с ними я уже общаюсь где-то и напрямую, но все равно совместно с тренером, да, то есть у нас единая линия поведения, у нас единое видение всего. Если где-то мы в чем-то расходимся, прежде чем сказать что-то игроку, мы всегда находим для себя единое понимание и что мы скажем. И я считаю, вот это самое главное, это то, что может дать результат, когда ты не один на один идешь со всей команды, да, а когда все-таки это идет совместно с кем-то еще, да. Есть какой-то самый распространенный совет, который ты даешь тренерам? Нет, совета нет, с тренерами другая ситуация, понимаете, с тренерами мы пытаемся, ну, учились систематизировать тренировочный процесс, первое, с чего мы начали, да, сейчас мы хотим систематизировать эту технику, чтобы дети, которые только пришли, уже как бы, ну, так сказать, был свой почерк у Новокузнецкого теннисного центра, можно так сказать, да, чтобы дети, которые будут там начинать тренироваться дальше и проходить и так далее, чтобы у них это, ну, была некая изюминка, можно сказать. Поэтому я понимаю, что этот проект не Новокузнецкая, если мы говорим, да, ни сегодня, ни завтра, но если лет через пять, минимум, я думаю, через пять, начнут там появляться результаты на международных аренде, потому что если брать по России, по России они уже достигли неких результатов, уже ребята почти постарше которую почти вызываются в сборную, то есть это как бы резервный состав сборной, да, и я надеюсь, там, лет через пять мы сможем выходить уже и на мировую арену. Хорошо бы. А вот в одном из своих интервью ты сказал, что мечтаешь открыть свою теннисную школу в России. Ты еще не передумал? Это были такие детские мечты, можно сказать, ну, не детские, когда я только действительно входил в ATP, мне очень хотелось, чтобы из России мало кто уезжал, и чтобы наши игроки продолжали тренироваться в России, да, то есть в принципе то, что мы хотим сейчас попытаться организовать внутри Южной Тимы, чтобы игроки тренировались дома, ну, где надо, на сборы, конечно, лучше выезжать, там, и мы уже стали выезжать, там, где Турция, где Таиланд, но есть, в Австралии есть теннисная академия, тоже у нас хорош контакт, куда можно всегда поехать. Я понимаю, Австралия это далеко, но в сезон мы все-таки начинаем топ теннисиста в Австралии, да, и поэтому я понимаю, что у меня нет средств, у меня нет возможности открыть теннисную академию, или я не смогу делать то, что я там хочу, как я это вижу, да, иначе это можно открыть, можно арендовать корты, можно даже построить корты, да, но это в России входной билет к этому всего, он очень дорогой, и ни один инвестор мне не даст денег, условно говоря, под этот проект, потому что, ну, ему вернуть эти деньги будет, там, десятки лет, и понятное дело, что как бизнес-проект это очень-очень тяжело. Если дать корты готовы, уже сказать, вот, развивайте теннис, мы вам подарили корты, да, я считаю, что это возможно, и это будет хороший бизнес-проект, но если мы учитываем затраты на строительство теннисной школы, какую ты хочешь, да, ну, это в десятки лет должно окупаться. О чем еще ты мечтаешь? Ой, если мы берем спортивную составляющую, да. Можно не только. Ну, у нас, конечно, канал не спортивный. Тема пошла, вроде как, про это, да. Нет, ты можешь все свои мечты рассказать, я думаю, это будет интересно. Нет, давайте так, я о чем сейчас думаю, вот, в принципе, что, когда я пришел в теннис, то я не понимал, во-первых, во что я ввязываюсь, да, и когда даже в 10, в 11 лет ты хотел быть топ, ну, топ-топ, там, топ-100, топ-50, топ-20, топ-10 и так далее, на это все ушло десятки лет, то есть 10 лет, там, чтобы войти почти 10 лет, топ-100, еще какое-то время и топ-20, и топ-10 и так далее. Поэтому я понимаю, что то, чем мы сейчас начали заниматься, ну, вот, в рамках развития Южной Тимы, это тоже будет строиться ни один, ни два года, да, то есть, любое, если ты хочешь сделать что-то вот глобальное и реально, чтобы это все работало, то, ну, надо запастись терпением и каждый день идти к своей цели, да, то есть, если вы говорите о мечте, что мне хочется действительно, чтобы Южный Тимы стала такая конкурентная команда, она конкурентная в узком кругу, да, ну, сейчас, что, мы можем там 5-10 игроков в топ-уровне, да, мы их можем потянуть, но это не глобальная цель, а глобальная цель это, чтобы Южная Тима могла развиваться внутри России и сделать теннис более доступным, более приемлемым для людей, грубо говоря, чуть-чуть популяризировать этот вид спорта, да, чтобы мы могли развивать теннис этот не только, ну, в России, а выводить игроков на мировой уровень, могли сотрудничать также с топ-теннисистами, вот, так, это не мечта, не мечта, а такая цель, и я понимаю, что если это будет там через 10-15 лет, то это будет неплохой задел. Я желаю успехов для Южный Тим. Ты часто говоришь о теннисе, что это вся твоя жизнь, ты не представляешь своей жизни без тенниса, это все звучит как будто бы у тебя никогда не было переломного момента, когда ты хотел бы все бросить и уйти, я правильно понимаю? Был, конечно, я думаю, да, но, ну, как у всех, наверное, они как-то возникают, но, во-первых, что значит теннис вся жизнь, помимо тенниса есть семья, и эти вещи нельзя сравнить, если по детям ты только теннис, да, то с годами, конечно, многое меняется, и ты уходишь даже из профессионального тенниса, я имею в виду как игрок, потому что у тебя появляются другие интересы, и не к тому, что ты устал физически, не можешь бегать, просто пришло время, и ты часто думаешь о других вещах, в том числе о семье, детях и так далее, и эти вещи очень тяжело, не каждый может позволить себя совмещать на топ-уровне. Поэтому, да, в теннисе я с детства, мне это нравится, появляются новые цели, и, опять же, они связаны с теннисом, да, но, как и у всех, я думаю, у меня были прямой момент, когда играть не хотелось, и... Что делал в такие моменты? Во-первых, мне повезло, что у меня всегда рядом со мной были люди, которые могли... Пинка под зак? Да, которые могли мне сказать, как они это видят, как они думают, не то, что я хочу услышать, там, поголовки погладить, да, которые могли погладить против шерсти, не просто аргументированную, так сказать, погладить против шерсти, да, и эти аргументы всегда работали, поэтому... Что за аргументы были? Тебе говорили просто вставай, иди? Нет, вставай, иди, это не аргумент, да, что значит вставай, иди, это какой-то приказной тон, что иди и делай, да. С тобой не работает? Да я думаю, он вообще мало с кем работает, когда ты уже рулишь процессом. Потому что, хотим или не хотим, но игрок рулит процессом. И да, вокруг него может быть команда, но если игроку не аргументирует почему, как и что, то по-хорошему он может сказать, ребят, не хочу, все, идите, до свидания. В любой момент. То есть, тренер никак не может заставить игрока, не может не наказать ничего. То есть, такого нет. Если игрок не хочет и просто скажет, ребят, не хочу, все, всем до свидания, все, это значит, игрок не хочет и всем до свидания. Как тогда команде удалось тебя смотивировать? Это вопрос о команде. Значит, уже это вот мудрость команды, мудрость тем, кто рядом. Секрета в эфире не выдаешь, да? А нет, вот нет от такого, это зависит все от ситуации. Нет одного какого-то слова или действия или еще чего-то, и что у тебя там тумблер переключается, тебе надо идти на корт. То есть, это комплексное влияние. А это все комплексное. В теннисе, ну, когда мы говорим о многих факторах, что там может быть, чтобы позволить тебе держаться на самую верху, да, действительно, там очень много всего. Ты вот недавно, несколько минут назад упомянула завершение своей карьеры на Санкт-Петербург Open в 2018 году. После прочтения тобой стихотворения, там, теперь всем твоим поклонникам и широкой общественности известно твое хобби. Может быть, ты сделаешь какое-нибудь пожелание для зрителей Левап ТВ в стихотворной форме? Вот как тебе такое? Ну, можно попробовать. Давай, 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 попробуем. Лодичку выпьем, попробуем. Так. Давай, вдох, выдох. Все там, желаю вам. Желаю вам Левап ТВ быть на ютюбе ТОП ТОП ТОК ТВ. Чтоб у людей был интерес и лайков каждый день прогресс. Опача, вот это пожелание. Отлично. Все-таки стихотворение получилось больше для меня, для Левап ТВ, но что-то нам нужно в таком случае сделать и для зрителей. Мы разыграем твой подписанный тобой теннисный мячик. Есть у тебя мячик? Ну, как у Теннисиста может не быть мячика теннисного. Глупый вопрос, да. Может нам кто-нибудь подать мячик, пожалуйста, и маркер? Условия ростовыша будут в комментарии внизу. Я возьму. Давай. А что мы напишем? Что это от Михаила Южного. Можем написать, что это... А, на шарике написано, на мячике написано... На мячике написано, что Южный Сопен. На мячике написано, что Южный Сопен. На мячике написано, что Южный Сопен, да, 2019 года. С Денисом играл? Ну, наверное, да. Ты вместе, да? Мяч, да. Ребят, мяч очень ценный. Денис Шаповалов с Михаилом Южным тренировались на корте с этим мячом. Я сама была на кортах, лично видела. Вот именно этот мяч был там. Класс! Миша, спасибо тебе большое за интервью. Спасибо за этот мяч, который мы разыграем в комментариях. Очень приятно было с тобой пообщаться. Очень рада, что ты здесь сейчас на Юэс Сопен. И надеюсь тебя еще увидеть на кортах на протяжении этого матча. Спасибо. Друзья, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Ставьте ваши лайки. С вами были Михаил Южный, Анастасия Зайцева. Live Up! Подписывайтесь на канал.